Привет, друзья! В процессе просмотра передачи с Еленой Малышевой на тему похудения я для себя уяснила чётко, что я не ела, я жрала. И первой причиной моего избыточного веса было избыточное питание. На втором месте было доедание, потому что я готовила на глазок и чётко не соблюдая, кто сколько съест и сколько раз. И поэтому что-то всегда оставалось, 2-3 ложки. Я доедала, особенно вечером, чтобы не выкидывать. Но когда начала заочно скидывать вес, я для себя сказала, я это съем, но позже, завтра утром, и убирала в холодильник. И мне становилось легче, что я это съем. А немножко подождать было не очень трудно. Но самая главная причина у меня была психосоматика. Я росла в семье, где часто очень были скандалы, ругачки. Отец часто выпивал. И вот на фоне этого я стала замечать, что когда я поем, и поем очень плотно, особенно перед сном, мне становилось легче, когда появлялось чувство защищённости. Это закрепилось. И потом, когда в более старшем возрасте меня, когда обижали в школе, ну, обижали только словами, там, жирно, жирдяйно, жиртрест. Я что-нибудь дома ела побольше, вкусненько, что-нибудь сладенькое ела. Мне становилось легче. Этот стереотип перешел и во взрослую жизнь. Тяжело на душе, что-нибудь съела. А Малышева учила не заедать стресс, выпить воды, глубоко подышать, подвигаться или переключиться на какое-нибудь другое дело. И тогда становилось легче без еды. Пользуюсь этим правилом до сих пор. И насчёт того, что я не ела, жрала. Я думала, что я ем нормально. Оказывается, я ела очень много. Допустим, гречка в пачечке, ну, в пакетике 100-граммовой порции. Я думала, ну, порция, порция, нормально, порция. Значит, это людям-то наверху виднее, какая порция должна быть. И ела. Оказывается, для того, чтобы скинуть вес, нужно всего 25 граммов крупы. 25. Спасибо Елене Малышевой. Она хорошо промыла мне мозги. До сих пор у меня стоит прочный барьер к перееданию и повышенная стойкость к поеданию вкусняшек. Продолжение следует. Жмите лайк, если вам нравится моё видео. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные сюжеты. Пока-пока.